Здравствуйте уважаемые подписчики, пользователи контекстного комбайна 1левгин, участники группы вконтакте. Сегодня будет новое видео, которое посвящено новым функциям, которые облегчат и позволят улучшить работу с мину словами. В разделе пожеланий и предложений прозвучала интересная проблема, связанная с тем, что когда минус-слов встречается в середине ключевой фразы, то Яндекс может некорректно как-то с ними работать, то есть воспринимает все слова, которые идут за минус-словом, как часть минус-слов, то есть некорректно обрабатывать данные ключевые фразы. Как от этого можно уйти? Специальная функция разработана, которая называется минус-конец фраз. То есть она анализирует ключевые, ключевую фразу и все минус-слова, которые она встречает в данной фразе, она помещает в конец. То есть это нас избавит как раз от этой ошибки. Давайте я покажу, как это все выглядит. Пишем минус-конец-фраз и просто ставим ссылочку на нашу ключевую фразу. Вот, посмотрите, пожалуйста. Слово раз, три и четыре данная функция поместила в конец, то есть переместила их в самый конец ключевой фразы, и теперь мы от этой ошибки, собственно, уходим. Ну, так же она поступает. Вот для удобства я выделил красным минус-слова, чтобы можно было увидеть. И вот посмотрите на работу функции, то есть все минус-слова как бы смещены, перемещены в конец ключевой фразы. Ну, то есть если мы будем делать руками, например, да, как раз вот это вот, то есть возьмем, ставим сюда, выделим. Вот, в принципе, получаем вот ровно тот же результат, который нам возвращает функция. Вот. Это первая функция, ну, то есть посмотрите, как она работает, да, то есть достаточно корректно. Вот. Решает проблему именно с минус-словами в середине фразы. Вторая называется минус удалить. Ну, как понятно из самой, самого названия этой функции, она находит в ключевой фразе слова, перед которым стоит знак минус, да, без пробела, сразу за знаком минус, и просто их удаляет. Посмотрите, видите, все, что выделено красным, у нас убралось. Вот. Но эта функция имеет еще как бы встроенную опцию, а именно, если, например, мы хотим не минус-слова удалять, а какой-то слова с каким-то другим оператором, например, плюс, да, ну, то есть это может быть все, что угодно. Смотрите, что делается. Вот. Если мы записали вот таким образом, то есть через точку с запятой прописали второй аргумент, он необязательный, а и вводится в кавычках, в данном случае плюс, да, то в данном случае у нас, вот видите, слово 7 и слово 6 и 7, то есть вместо минуса используют, функция использует плюс. А также, как бы, она, то есть удалила их. Вместо минуса использовала плюс. А все минусы, да, которые вот у нас встречаются, она оставила. То есть она удалила только то, что содержит, как бы, все слова, перед которым содержится вот этот аргумент. То есть это может быть, в принципе, любой символ, который вам, который вам требуется. Вот. Ну, собственно, две такие небольшие функции, да, которые планируются добавить в контекстный комбайн, да, там, в новую версию или в новую подверсию. Вот. Собственно, традиционно, если вы хотите оставить какие-то свои новые пожелания, либо же вы хотите вот эти функции, да, испробовать для себя, ну, то есть протестировать их, возможно, они вам уже требуются для создания каких-то компаний. Опять же, будет пост в группе, да, традиционно. Те, кто подписан, уже знают. Заходите в vk.com.slash.cc1litgen. Там находите пост, пишите под постом «Хочу» и так далее. Вот. И я вам, если вам нужно, я вам пришлю ссылку на данный файл. Вот. Если у вас есть какие-то идеи, которые вам помогут работать там с мими словами, либо какие-то другие функции, заходите, оставляйте ваши пожелания. Вот. И если это будет интересно, это будет полезно, то мы обязательно это все внедрим. Все. Всем спасибо. Удачной настройки. Всего доброго. До свидания.